Микс Ньюс Добрый вечер, уважаемые радиослушатели! В эфире вновь программа Культ Просвет и мы на этой неделе работаем в очень интенсивном режиме. Происходит столько интересных мероприятий в области культуры, поэтому мы решили попытаться вам максимально рассказать о том, что происходит, чтобы вы сами могли поучаствовать. Поэтому сегодня вечером у нас два часа работы, я предлагаю вам два интересных рассказа и начнем мы с нашими гостями из Израиля Гали Дана Зингер и Никот Зингер. Наш рассказ, нашу беседу о актуальных событиях в творчестве поэта, переводчика, человека, который занимается изданием различных литературных журналов и находится постоянно как бы на перепуте разных культур. Это и процесс встречи, и в то же время то, что происходит со словом, с которым работают оба наши гости. И сегодня у нас в гостях также заместитель посла Израиля в Латвии Цви Миркин. Добрый вечер всем! Добрый вечер! Большое спасибо, что нашли время прийти сегодня в студию после столь интенсивного рабочего времени, графика, который был наполнен встречами. Вы участвовали в поэтическом фестивале здесь в Риге «Поэзия без границ». И я понял, что в этот раз фестиваль этот был посвящен встречам различных культур русской, латышской и культуры Израиля, которая существует, опять же, на перепуте разных исторических дорог, периодов и слоев культур. На самом деле, мои первые впечатления от Израиля и Иерусалима до сих пор, скажем, остались у меня в памяти, как нечто многослойное, очень пестрое, буйное, различные слои культур, которые соприкасаются и иногда могут, к сожалению, сталкиваться. Поэтому сегодня вечером мы поговорим о слове, о поэтической деятельности, о новых литературных журналах. И, уважаемый радиослушатель, я прошу вас присоединяться к нашей беседе по телефону прямого эфира 67212939 и 67213939. Пожалуйста, звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Напомню, что она возможна сегодня благодаря нашему коллеге-звукорежиссеру Родиону Золотареву. Мой первый вопрос обращен к нашим гостям. Как давно вы не были в Риге и насколько Рига изменилась с тех пор, как вы ее покинули? Вы знаете, ровно 30 лет. Без одного месяца. Без одного месяца. Мы уезжали в 88-м году летом. Ну, тогда отъезд был сложным процессом, поэтому нужно было довольно заранее поехать в Москву еще и таскаться там по инстанциям. Ну, фактически это три десятилетия, и мы в Риге не появлялись с тех пор ни разу, и мы потрясены, насколько она не изменилась. Как интересно, не изменилась. Да. Во всяком случае, по сравнению с другими местами, где мы бывали за эти 30 лет, и тем местом, где мы живем, Израиль просто стал другой страной. Иерусалим изменился страшно. А Рига, конечно, изменилась, но для нас мы ожидали, что она изменится очень. Она изменилась, на наш взгляд, очень мало, и мы все узнаем. Вы узнаете Ригу конца 80-х? Ну, вообразите себя 30 лет спустя, что можно узнать, но это правда, это так. За 30 лет можно прожить новую жизнь, а Рига оказалась все той же. Она оказалась более живучей. Вы знаете, город за 30 лет можно изуродовать до неузнаваемости, к счастью, этого не произошло. Приходят попытки это совершить время. Попытки всюду, безусловно, происходят, но, видимо, как-то здесь этим попыткам удалось противостоять каким-то другим силам. Так что, честно сказать, мы наслаждаемся просто каждую минуту, стараемся все время выйти на улицу, в парке. А изменились ли люди? Наши друзья, они изменились. Это здорово. Они так же молоды и прекрасны. На самом деле, я должен упомянуть, уважаемые радиослушатели, что наши гости здесь, в Риге, благодаря поддержке посольства Израиля. ЦВИ, я правильно понимаю? Ну, да, мы, так сказать, приняли, оказали некоторую помощь организаторам фестиваля. Почему посольство решило поддержать поэтический фестиваль? Ну, во-первых, в принципе, в деятельности любого нашего посольства культурные связи – это очень важная часть. Ну, поэтому ограничение бюджета, но эта тема сама по себе больная. Но, в принципе, любое посольство этому и для этого очень много времени. И тут, ну, опять, как бы у нашего посольства, как у любого, есть своя определенная повестка дня. И, учитывая важность литературных мероприятий в Риге вообще, и место, которое они занимают в культурной жизни города, мы пришли к выводу, что если есть возможность помочь приезду израильских участников на поэтический фестиваль в Ригу, возможность надо использовать. Ну, в прошлом году я был на первом фестивале «Поэзия без границ», как бы видел, что мероприятие серьезное. И когда Дмитрий Кузьмин, организатор, обратился ко мне, ну, как бы, значит, мы решили, что однозначно… Ну, решение было, как бы, коллегиальным, да, что в этом однозначно стоит участвовать. И после некоторых немалых усилий ухитрились помочь привозу сюда делегации из пяти участников. Кто еще приезжал? Ну, значит, Галли Дана – единственный участник, знающий русский. Приехали также четверо поэтов, пишущих на иврите. Эфрат Мишори, которая, собственно, получила такой символический приз фестиваля. Зали Гуревич, Дори Монор и Авишалом Шелох. Как бы, не самая последняя фигура в именно еврейском литературном мире. И, как бы, то есть, как бы, для меня очень важен тот факт, что их стихи прозвучали в Риге и в переводе на латышский. Кто переводил? Ну, одним из переводчиков был Улдис Берзинч, который, на мой взгляд, гениальный переводчик, человек блестяще знающий, иврит. То есть, с ним несколько трудно говорить на иврите, потому что, как бы, ну, я понимаю библейский иврит, но говорить на нем, используя его в устном общении, сложно, потому что он все же несколько отличается от того иврита, на котором мы сейчас говорим и пишем. Тут надо сказать, что он именно Галлидану, ее стихи переводил с иврита, поскольку она привязала стихи и на русском языке, и на иврите. Да, и вот ивритский, он неожиданно для нас взялся переводить, это не самые простые тексты, надо сказать. Насколько я понимаю, все началось с того, что Улдис Берзинч сказал, что он вообще болеет, у него много работы, он ничего переводить не будет. Но потом вот именно стихи Галлидана на иврите он переводил, она привезла и русские стихи, и ивритские. Если я вклинился... Причем фестиваль, на мой взгляд, формат, не знаю, уникальный, но не самый обычный, и надо отдать должное Дмитрию Кузьмину, что он его смог придумать и организовать, потому что я понимаю, сколько усилий требовала организация всего этого дела. Ну что ж, тогда пришло время представить наших гостей. Галлидана Зингер, поэт, переводчик, редактор множества литературных журналов, и родилась она в Ленинграде. Насколько, уважаемый радиослушатель, мне была доступна информация на сайте «Новая карта русской литературы», я узнал, что наша гостья училась на театроведческом факультете Ленинградского государственного института театра музыки и кинематографии, в 85-м году переехала в Ригу и три года спустя покинула ее, уехав в Иерусалим. И наша гостья является автором шести поэтических книг на русском языке, лауреатом множества литературных премий за книги, в том числе и на иврите. И наша гостья является переводчиком ивритской и англо-американской поэзии на русский язык, и переводы публиковались во множестве литературных изданий, антологий. И, по сути дела, наша гостья является человеком на стыке разных культур. Мне было очень интересно прочесть короткую цитату из вашей статьи о психологизме в поэзии. Статья эта была опубликована 11 лет назад в журнале «Воздух». И я позволю себе процитировать короткий фрагмент, который привел меня к тому, чтобы пригласить вас и задать вам вопросы, связанные с вашим творчеством. «Единственное дело поэта, — говорит наша гостья, — сохранить в себе то вопреки, которое в зародышевом состоянии присуще каждому и которое отмирает у большинства при первых же столкновениях с жизнью». И далее, рассуждая на тему, что такое «Вопреки», упоминается, что это представление о том, каким должно быть стихотворение и его авто, то есть против этих представлений, навязанных кем-то, и необходимо восставать или сопротивляться этому. Я хотел узнать... Скажите, пожалуйста, это, по моему мнению, несколько традиционно совпадает с представлением, скажем, XIX века о роли поэта, о человеке, который обладает уникальными способностями проникнуть в нечто неизвестное, неизведанное, вот в мир слова. И, может быть, даже слегка мне показалось таким клишейным, то есть это дистанция между обществом и поэтом. Скажите, она все еще актуальна? В этом «Вопреки» разве присутствует непременная дистанция между обществом и поэтом? Поэт, как частное лицо, он, безусловно, такая же часть общества, как и все остальные. Как поэт, он тоже несколько иная, поскольку у него есть специфика, но он, тем не менее, такая же часть общества, как и все остальные. Ничего такого там не содержалось, насколько я знаю. Но роль у поэта, безусловно, есть очень определенная роль. Иначе не о чем было бы нам с вами здесь разговаривать. А противостояние навязываемым извне представлением. То есть кто-то пытается... Я думаю, что речь идет о представлении о том, какое должно быть стихотворение, что такое поэзия. Это представление навязывается не столько обществом вообще, а не столько социумом, сколько литературной традицией, литературным эстеблишментом, литературной модой. И в рамках той же литературной традиции... Это то, что каждый поэт, который пытается оправдать это название, он ищет каких-то нехоженных тропинок. Больше ничего. Но ведь литературная мода, которую вы упомянули, или эстеблишменты, это тоже своеобразная власть, пусть и литературная, или влияние извне. Так что все-таки я, пожалуй, повторил бы свой вопрос. Действительно ли это, скажем, попытка сопротивляться чему-то извне, или же это попытка просто найти самого себя вне каких-либо властных структур? Ведь на самом деле... Я не вижу здесь большого противоречия, если честно. Но ведь можно же и так... Можно так и не появиться в мире поэзии. Можно быть забытым, непринятым, непубликуемым, немодным этим самым... Нет, можно быть слишком модным, можно быть слишком прогрессивным, слишком непонятным, все что угодно. Слишком прогрессивным? Каким угодно. Но никто не знает, как сложится его литературная судьба. Это зависит от такого количества привнесенных обстоятельств, которые не в нашей власти. И не должно быть в нашей власти. Это не наше дело вообще. Иными словами, вы создаете свои произведения только в рамках своих собственных представлений о том, какими они должны быть. Да, абсолютно. И вас не интересует влияние внешнего мира? Ну, я подвергаюсь влияниям внешнего мира. Было бы странно очень представить себе некое такое яйцо совершенное, которое не подвергается никаким давлениям ни с какой стороны. Естественно, я продукт внешнего мира. Но внутри этого я ищу не только собственную самость, так сказать, как вот вы предположили, но и просто, скажем, чистую, не фальшивую ноту. И каждая чужая нота в области поэзии, если мы уже так как бы перескакиваем из музыки в поэзию, каждая чужая нота как раз оказывается фальшивой. А как вы можете определить, что это чужая нота, что она может быть заимствована? Ведь переплетения в мире поэзии столь сильны, влияние школа, какие-то любимые авторы, которые могут появляться, исчезать и снова возвращаться. Влияние школы, метров, неважно. Есть огромное пространство, где вы можете сливаться с другими, и иногда границы эти невозможно заметить. Вы знаете, в тот момент, когда вы знаете, что вы говорите то, что вы должны сказать, у вас не встает такой вопрос просто. А каковы источники этого должны? Есть такой внутренний императив, скажем. В любой момент гости могут присоединиться и комментировать. Нет, меня просто потрясает лаконизм. Мы вот были на одной дискуссии по поводу поэтического перевода, которая вообще по-английски шла. Так вот наш коллега из Израиля, другой из Али Гуревич, он даже говорил, да нечего мне на этот вопрос ответить, и после этого 20 минут очень живо, много, убедительно, как настоящий лектор рассуждал. Тут очень прямо противоположный. Ну что ж, там нечего ответить. Ну что ж, там нечего ответить. Поскольку поэт, видимо, сводит высказывания к минимуму. Вообще для Галлидана я сейчас уже в качестве филолога, которым я не являюсь, выступаю. В качестве интерпретатора постоянного. Да, тема не просто минимума, а тема вообще молчания и тишины в поэзии. Очень важно, особенно в последние годы. Вот поэтому и не поэтические высказывания, они стремятся куда-то туда. Вы не поверите, но именно так я сформулировал свой вопрос, когда готовился к нашему сегодняшнему разговору. Я говорил о... Вернее, думал о том, что задам вам вопрос о границах слова. Слово, которое заканчивается где-то, где начинается тишина. Скажите, тишина присутствует в вашем творчестве? Я вижу, например, из того, что мне доступно, стихотворение без слов. Бессловесное стихотворение. Говорят, оно невозможно, даже немысленно. Да вот же оно. И текст продолжается. Скажите, я могу спросить вас о границах вашей поэзии? Где наступает тишина? Ну вот после слова «да вот же» она, безусловно, наступает некая пауза, которую можно наполнять, конечно, по собственному выбору. Всякий читатель волен, может даже врубить какую-нибудь музыку. Но я бы ему не советовала. Может быть, я мог бы попросить вас прочесть что-то, потому что, мне кажется, было бы бессмысленно продолжать разговор без того, чтобы наши радиослушатели могли услышать ваши тексты. Да, с удовольствием. Давайте я прочту вам что-то немножко иное. Как интересно можно слышать в микрофон, как вы перелистываете страницы. Баллада о дороге никуда. Где вещи прежних лет и дней? В каком забытом полусне? Стиральная доска, пенсне. Здесь горячо, здесь холодней. Там, где и нас с тобой найдут. Где мясорубка, где бюро, где пресс-папье, утюг, пюро? Там, где все смутно и сиро, а не почти что тут. И рощерком в ночном окне, где с каждым часом все пыльней. И пыль пылает все сильней во льду серебряных огней. Написано, как их зовут. Там кто-то пишет бордеро. Всех фигаро и болеро. Назвать их право нехитро. Зовешь, они не идут. Нас встретят в талой западне щипцы для сахара, кашны, чернильницы и портмоне. Все вещи прошлых лет и дней к себе потянут в темноту. Но мы их не узнаем вне привычных стен. Хотя видней, они в студеной глубине, чем прежде на свету. Нам вспоминать их все трудней, давай же звать их все в черне. Круэт, минажница, ларнет, так будет проще и складней. И нас так тоже назовут, и так же мы не подойдем. Своим пойдет все чередом в тот дом, где правят скопи дом, который тут как тут. Все стало тише и бледней, вращаясь в черной полынье. И вещам крутится вранье, где вещи прошлых лет и дней и прожитых минут. Вот так и мы с тобой пойдем, идем, ведом, и жажда, и стыдом, и надо льдом, и подо льдом, туда, где нас не ждут. Ведь я не случайно, наверное, выбрала, хотя я заранее выбрала это стихотворение до того, как я знала, о чем вы будете спрашивать. Но оно очень, по-моему, определенно иллюстрирует ваш предыдущий вопрос. Оно все состоит из аллюзий. Там есть и баллада Виона, где-то в анамнезии, и вообще какие-то более традиционные формы. Но форма это еще не есть стихотворение, так же, как и содержание, не есть стихотворение. И тогда, получается, соединение каких-то частиц создает текст. Соединение, это даже несколько механично звучит. Это, в общем-то, символоз. Слияние. Это слияние, да, безусловно. И, естественно, мы все состоим из того, что мы впитали в себя, что мы полюбили, или что мы даже возненавидели, оно все равно через нас говорит и работает. Наша доля незначительна, в общем. Она мизерно может оказаться. Но, тем не менее, вот этот инстинкт, понимаете, тут очень мало о чем можно говорить. Это на уровне инстинкта происходит, в общем-то. Вот это ощущение, что ты затронул какой-то нерв. Это прежде всего твой собственный нерв. И если он завибрировал, отозвался, то есть шанс, что это и у кого-то другого в какой-то момент отзовется. Можно сказать, что наша доля незначительна, но, собственно говоря, только она имеет значение, потому что иначе это можно было не писать и уж тем более не читать. Да, но это тогда получается, что это такое особое смирение духа, или, я не знаю, скромность духа. То есть, в какой-то степени вы видите, что вы являетесь в этой балладе частичкой мира вещей, которая так или иначе, как в таком барочном ванитас, исчезает, рассыпается, не имеет смысла, или, вернее, имеет смысл, но только в своей такой скоротечности. Это какое-то особое переживание, которое заставляет вас создавать текст в щите всего земного? Или же это какой-то длительный опыт? Что это? Это какая-то вечная грусть? Что-то, что вас опалило, что-то, что заставило так думать? Потому что, мне кажется, в этом тексте неимоверно красивым, но очень печальным эти вещи, которые называются старинными словами, большинство из которых, может быть, мы уже забыли, они как бы приглашают вас тоже исчезнуть, и говорить о том, что вот этот лирический герой или герой когда-то сольются с этими вещами. Что это? Это какая-то вечная грусть? Ну, я бы не определяла это как вечная грусть, но это, безусловно, упражнение в «Мементо мури». И вы очень правильно сказали о «Ванитас». Это именно этот жанр. В поэзии у него нету своего, пожалуй, названия, но вот в живописи это очень распространенный сюжет. И да, он мне свойственен, он мне дорог. Возможно, потому что «Моя жизнь с Никодом», который в живописи, этот жанр неоднократно к нему как-то с ним соотносился. Может быть, просто потому, что мы оба созвучны где-то на какой-то волне. Но я бы не сказала, что это очень грустная тема. Для меня это очень легкое. Смирение освобождает человека вообще от грусти. Это наша неизбежная судьба, мы все там будем, как говорится. Это не предмет для огорчения. Но, как говорил все время один мой знакомый, жить вообще вредно, от этого умирать. Я не зря упомянул этот жанр в живописи, потому что на самом деле распространенными предметами в этом жанре являются, допустим, скелет с короной на голове или какие-то предметы власти, роскошь земная, материальные какие-то ценности. И таким образом мы постепенно переходим к теме власти и читы власти. Поэтому во второй части нашей дискуссии мы поговорим, может быть, о политических ролях или функциях или лицах поэта. Напомню, уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях Гали Дана Зингер и Никот Зингер, а также заместитель посла Израиля в Латвии Цвимиркин. И мы вернемся в студию через несколько минут после выпуска новостей и рекламной паузы. Уважаемые радиослушатели, мы вернулись в студию. Напомню, это программа Культ Просвет. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с Галей Даной Зингер и Никотом Зингером, представителями поэтической культуры Израиля, литераторами, переводчиками, а также редакторами литературных журналов. У нас также сегодня в гостях заместитель посла Израиля Влад Витцви Миркин. В первой части нашей дискуссии мы поговорили на тему границ языка, границ слова. Может быть, мы могли бы начать нашу вторую часть с еще одной работой нашей гости, поэтессы. Может быть, вы могли бы что-нибудь еще представить нашим радиослушателям из того, что вы подготовили. Слышишь, моё нигде, хлопнула дверь, это время в лавочку вышло купить, мел в молоке и булку из ваты нам на прокорм облаков. Слышишь, моя никогда целлофан упаковки рвет на себе это серое утро, не счесть его влажных салфеток, мускусом пахнуты сном. Слышишь, мой, никому шаркают тапки по небу, старые слухи о нас шепчутся с мертвым жучком, делятся скупо, делят на ноль, умножают. Слышишь, моё ни о ком, осень стучится ворота с криком старьё покупаем, мы ей не откроем ржавые створки сердца и секреты. Слышишь, мой, незачем заливается поздно, словно дорожный будильник заходится злобой, время ему не догнать, да и незачем гнаться. Слышишь, моя никто тишину никакую, тишь, обещавшую нам или хотя бы затишье, задыхается, дышит уже за спиной. Никто, нигде, никогда. Где вы присутствуете? Вы, как поэт, находясь в обществе Израиля, которое очень политизировано, это общество с тяжелейшей, сложнейшей историей, с очень сложным, запутанным, настоящим, и для меня, как для европейца, непонятным будущим. Скажите, пожалуйста, насколько вы связаны оба с политическими процессами в своей стране? Ваши тексты, ваши художественные работы, ваша творческая деятельность каким-то образом впитывает в себя то, что происходит в политической среде? Поэт, это ещё политик, Это не одно и то же. Тут две части вопроса, и вторая как бы совсем отдельный вопрос. Поэт вовсе не обязан быть политиком, и редко является политиком, и даже если он думает, что он является политиком, он часто очень сильно ошибается. Обычно поэтам всё-таки свойственна некоторая наивность, которая не позволяет им играть в эту игру всерьёз. Политика, по-вашему, игра? Ну, вообще-то, всё игра, конечно, до некоторой степени. Но мы играем не из делик, а чтобы вечность проводить, знаете, Пушкинская. Вот каждый проводит эту вечность по-своему. Но интонация у вас была скорее негативной, когда вы упоминали в эту игру. Ну, эта игра мне мало симпатично должна признаться, потому что, как бы, ну, напомним вам хотя бы пример сенатора Гавриила Романовича Державина, который думал, что он тоже делает большую политику. Он был исключительно честности человеком, которого Екатерина посылала разбирать всякие запутанные дела, когда кто-то из высокопоставленных чиновников проворовывался, и надо было навести справедливость. В какой-то момент он понял, что его посылают только в конкретные дела. То есть, в тех случаях, когда чиновник был неугоден лично Екатерине. Она умела манипулировать, даже Дидро. Естественно. А все остальные нечестные чиновники продолжали свое. И, как бы, вот эта роль поэта в политике, даже в тех случаях, когда у него есть статус, у него есть должность. Проблема в том, что политика, ведь это не то, что иногда люди думают, что политика это демонстрации, революции или парламентские дебаты. Политика, полис, во-первых, конечно, город, да, но кроме того, от политеса, от отношений, откуда эти триги, это постоянные отношения с людьми и так далее. Наверное, кто-то может это все в себе совмещать, но поэт, как и писатель, или любой другой человек, который не политик, он, в общем-то, занимается наедине с собой своими темами, он, может быть, думает, что это политические темы, но он не делает политику, потому что политика это политес. Очень интересная версия. Да, а то, что он делает, это, в общем-то, анти. Ему нужно сказать что-то, что, в общем-то, поскольку это, видимо, ну, то, что имеет смысл, как уже говорилось, новое, это то, что слышать не хотят, в общем-то. Уж потом услышат или нет, вот хорошо бы каждому поэту иметь некую свору людей, умеющих заниматься политесом, и тогда, чтобы его услышали, тогда, может быть, это будет... Ну, литературные агенты. Да, этого института в Израиле не существует вообще, как у вас. Ну, очень мало, во всяком случае, только у таких крупных писателей, прозаиков даже, крупных писателей, которые уже фактически в них не нуждаются, ну, просто как секретари уже национальной классики, у них есть агенты, которые с ними работают. Иными словами, большинство поэтов и писателей создают себя сами на... Не хотелось бы использовать это понятие, но придется на рынке, на творческом рынке, так или иначе, ведь многие из них участвуют в процессе. Я не думаю, что рынок существует в поэзии, в поэзии, безусловно, существует. Ну, мы же говорили о модных поэтов, о модных поэтов. Ну, все равно. Знаете, поэзия сейчас в Израиле, во всяком случае, это, как говорится, не эротично, то есть, многие пишут стихи для самовыражения, и поэты, и не поэты, поэтические книги издают за свой счет, там, или не за свой счет, и так далее, и так далее. Но ведь поэты создают... Это не так, как было несколько десятилетий назад, когда поэты действительно гремели, звучали, это было и в Израиле, не только, скажем, все вспоминают Россию, эпохи футуристов, это было. Это все прошло, поэтому модный поэт... Вы упоминали самовыражение. Мы кафарили о модных тенденциях в поэте. Это немножко иное. Это не значит, что те поэты, которые прибегают к этим модным тенденциям, становятся модными поэтами в итоге. В результате... На самом деле, здесь ситуация в Израиле достаточно спокойная, позволяющая отойти в сторону от литературной политики. Ты понимаешь, что то, что ты можешь по части популярности получить, оно настолько ничтожно, что не стоит и стараться. Что можно совершенно спокойно заниматься своим делом без этого, потому что результат этого, он очень... Вы упомянули литературную политику, но ведь есть еще и политика литературы. ведь это, по сути дела, должны быть, скажем, различные категории. Та же Екатерина II занималась литературой как элементом политики. Вы можете сказать, что то, что мы делаем, это тоже литературная политика. Таким образом, у вас, как у политиков от литературы, должны быть какие-то цели. Цели эти должны, по идее, выходить во внешний мир. То есть, вы каким-то образом имеете конкретную версию о том, скажем, как должно выглядеть общество в Израиле. Таким образом, что-то вас не устраивает, чем-то вы, может быть, недовольны. Нас очень много не устраивает. Мы очень многим недовольны. У нас при этом нету представления, каким оно должно быть. Мы хотели бы, чтобы оно было как можно разнообразнее, многообразнее и непредсказуемее. А вы видите какие-то противоположные тенденции? Да, безусловно. Причем общемировые. Не только израильские. Ну, как вы же знаете, общемировые тенденции. Все известно политическая корректность на смену которой идет фашизм. Как бы две альтернативы. Посередине нормальных людей как бы со свободным мышлением вообще не предусматривать. Либо это одни роботы, либо другие. Вы сказали, идет как будто бы это что-то вне человеческого коллектива. Но ведь на самом деле все эти тоталитарные идеологии носителями этого вируса являются простые люди. Являлись в массовом характере. Они заражены им. Я знаю, что это покупается. Это в основном покупается. Они не носители. Они именно что заражены. В определенный момент власти удобно употребить это бактериологическое оружие, и они им пользуются. Причем власть это не обязательно политики. Это в основном экономическая власть. Достаточно сейчас посмотреть, как, ну не знаю, не сильно ли я залезаю в какие-то сферы политические, скажем так. Я предполагал. Я хотел заманить вас. Достаточно посмотреть, как часто у нас ходят в тюрьму наши министры, президенты, бывшие премьер-министры, и не знаю, может быть, и новые, чтобы понять, что отнюдь не они определяют весь этот процесс. Это определяют люди, которые, ну скажем так, они позиционируют себя как такие серые кардиналы, может быть, не знаю, что это. Ну, в общем, это все тот же капитал, о котором еще Карл Марк говорил, только в других формах, конечно, совершенно. Это же все идет из демократии, то есть как будто бы демократия порождает это. Значит, возникает, естественно, ваш вопрос, что это массы широкие, что это так называемые простые люди или что. Да ничего подобного. Конечно, непростые люди все это создают, но их удачно используют в силу их простоты, скажем так. Скажите, а ваша тревога и ваше недовольство, ваш, может быть, гнев, он находит свои отпечатки в ваших текстах? Да, конечно. Надо сказать, в ивритских большей степени, чем в русских. Я всегда объясняю, что я не пишу политические стихи и не участвую в политических антологиях, но при этом то, что с нами происходит, то, что еще будет с нами происходить, оно, безусловно, выражается в том, что я пишу. Почему именно на иврите ваши тексты более наполнены политикой? Это каким-то образом связано с внутренним миром языка? Это, я думаю, что с моей большей близостью к повседневности иврита. То есть, иврит – это язык, на котором вы воспринимаете политическое пространство, политический поток? В значительной степени, да, безусловно. И, несмотря на то, что я совершенно согласна с тем, что сказал Никод, что все проблемы нынче, они не внутри государства и не внутри полюса, а внутри мировой деревни, как это сейчас принято называть, происходят. Все тенденции у нас общие. Где-то они иногда запаздывают, где-то можно переждать какой-то момент. Но в целом это все едино. Но поскольку то, что я наблюдаю непосредственно вокруг себя, оно происходит на иврите, то, да, пожалуй, это так воздействует. Но я никогда не пишу злободневные стихи. Мне нужно всегда медленно как-то осознать, переварить, пережить, и тогда то, что возникает, там могут быть вполне прямые отсылки на происходящее, а могут и не быть. Но это всегда продукт времени. Извиняю, позвольте себе вставить несколько слов. Не знаю, согласитесь вы со мной, но в том, что касается языка, потому что, в принципе, в Израиле политическое пространство ивритское. И политические дискуссии на других языках, они, как правило, производные от того, что происходит на иврите. И это, в принципе, вторично. Поэтому основной язык политического пространства ивритский, поэтому это примерно вот когда, например, я говорю с моими детьми, которые родились в Израиле, они, в принципе, неплохо знают русский, но говорить о школе им однозначно легче на иврите. То же самое о политике. Я зачастую, ну, в Израиле мое круг общения примерно наполовину знает русский, наполовину нет. Когда я со своими знакомыми, знающими русский в Израиле, обсуждаю израильскую политику, мы зачастую просто переходим на иврит, потому что это как бы язык, на котором все это идет. Хорошо, но ведь в Израиле наверняка существует определенный культурный феномен вот тех русскоязычных израильтян, которые, возможно, из-за того, что они находятся в определенной возрастной категории, или, может быть, их опыт несколько отличен на других, они, может быть, так и остались в пространстве русского языка, но они попали в Израиль и находятся как бы вот между двух пространствами. Скажите, существует подобный феномен? Вы видите их, вы слышите их, они каким-то образом наполняют собой публичное пространство? Да, конечно, и у них есть пресса, у них есть каналы радио, в общем, эти люди у нас вполне зарпализованы, и в Фейсбуке можно представителей этого сегмента встретить в большом количестве. Все это есть, но на самом деле... Дикие баталии там происходят и дискуссии. Но на самом деле у нас как-то иначе сложилось все это. Русский язык мы не потеряли, но все-таки мы не принадлежим вот к этой сепаратной... Она сепаратная странно, да, прослойка очень большая, и они все патриоты яростные в основном Израиль. Ну, не все, некоторые наоборот, но в основном, то есть антиизраильские настроения в основном в среде вполне евретоязычной публики возникли. Вот. Но оно несколько неадекватно тому, что происходит как бы за пределами этого сектора. Точно так же, как активная, там, знающая еврето-арабская публика. У них свое это и как бы оно тоже несколько неадекватно. То есть есть очень много, мы сейчас действительно перешли к этой мозаике, есть очень много, есть англосаксы, которых не так много, и они живут там, и они тоже немножко неадекватны. Очевидно, адекватность создается только соединением всего этого, потому что евретоязычные интеллектуалы в Телеве, они тоже немножко неадекватны. Вот соединение всего этого создает то, что-то и есть. Сразу хочется узнать, что такое неадекватность. А если взять любой пласт общества, я думаю, с его точки зрения все остальные пласты будут совершенно неадекватны. Я поэтому не случайно говорю, что все неадекватны, только, видимо, соединение дает вот то самое, что и является, собственно говоря, народом, страной. И создает действительно уникальное культурное пространство. Неадекватность, вы знаете, это как Чеширский код, который сказал, все мы здесь не в своем уме. Что же это успокаивает? Нет, берется интеллектуал из Тель-Авива, представители рабочего класса из какого-нибудь города, например, на юге Израиля, представители нескольких социальных групп, которые между собой в обычной жизни соприкасаются совершенно редко, засовываются вместе в одну палатку на курсе молодого бойца в армии. И вот из них появляется вот этот вот микс, который в результате оказывается, собственно говоря, Израилем. если бы мы были в чистой израильской компании, то разговор пришел бы к армии примерно на третьей минуте. Но тут нет, просто это надо понимать, что в принципе это, причем и том, армия это один из обществообразующих институтов в Израиле, именно она вот из этих вот... Она очень присутствует в быту, я видел это, когда был в Иерусалиме. Да, зачастую из этих вот разных совершенно групп создает вот что-то вот, ну, прежде всего, благодаря армии представители ряда этих групп узнают о том, что другие группы существуют. Да, и вот этот вот микс, который является Израилем. Мы продолжим нашу беседу о обществе Израиля, об очень пестрой, сложной, многослойной культуре. Через неделю, 18 июня, ЦВИ будет снова у нас в гостях, на этот раз в соло-программе. Я сердечно благодарю наших гостей, литератора, переводчика, редактора Гали Дану Зингер и Никода Зингера. Большое спасибо за то, что вы были у нас, нашли время. И еще раз добро пожаловать в Ригу, которая не изменилась. Я очень рад это слышать. Спасибо за нашу сегодняшнюю беседу. Уважаемые радиослушатели, спасибо за то, что так внимательно нас слушали, что ни разу нам не позвонили. Я предлагаю продолжить нашу беседу через несколько минут, когда в гостях у нас будет исполнительный директор Рижского биеннале Анастасия Блохина. До скорых встреч, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова